Здравствуйте! Сегодня у нас на передаче два известных на нашем телеканале человека. Михаил Николаевич Щелконогов, создатель философско-этического учения «Солнечный путь». Вот так это называется учение. И Альбина Павловна Прогунова, кандидат философских наук. Вот, тоже она у нас, так сказать, завсегдатой наших вот этих посиделок, вот, в общем-то говоря, является. И вот Михаил Николаевич, он такой человек необыкновенный, он не только ученый, да, раз философско-этическое учение, значит, это ученый. Кроме всего прочего, он еще занимается бизнесом, он бизнесмен. И, более того, он не забывает нести в массы свое учение, вот это самое философско-этическое учение «Солнечный путь». Методики, методики он развивает под названием «Маленькие секреты большого бизнеса», да. Причем, как он мне вот приватно объяснил, большой бизнес – это вообще вся наша жизнь. Бизнес, дело американское такое, ну, английское такое слово, да. И тут в данном случае имеется в виду бизнес, как вся наша жизнь, вот, от пеленки до, так сказать, савана. Да, даже точнее, дело жизни. Дело жизни. В чем-то дело жизни. По-русски это будет звучать как призвание. Призвание, вот как. Призвание, кто-то призвать должен, да. Ну, человек призван, раз он рожден, значит, он призван с какой-то конкретной целью, задачей, с какими-то определенными... Михаил Николаевич вот не только философ, вот, в отличие от Альбина Павловна, Альбин Павловна философ, да. А Михаил Николаевич по образованию – это физик и биокибернетик, вот, значит, биокибернетика. Где вы биокибернетику-то? В Ростове, по-моему? Нет, 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 это Ленинградский агрофизический институт. Он единственный был с СССР, и я учился, ученик профессора Олега Олеговича Лялина. Замечательного. Биокибернетик-то, она рассматривает живые объекты как вот такую вот систему, да, с точки зрения системного анализа, я так понимаю? Да, безусловно, безусловно, да. Так сказать, предмет биокибернетики в этом заключается, да? Да, да, да. Насколько я понимаю, вы и наше вот свое философское учение тоже выводили, вот, рассматривая, наверное, общество вот с точки зрения вот таких вот системных? Это естественно. По первому образованию университетскому я физик-твердотельщик, физика твердого тела, ну, а так получилось, что я родился и воспитывался в семье физика. Это физиков-теоретиков. Мой отец ученик Льва Давидовича Ландау, физик-теоретик. Вот, и естественно физика окружала всю мою жизнь. И вы сами понимаете, великое из речений, наверняка слышали Нильсобора, что физик не философ, это не физик. А крылья физики, это математика. И естественно, вот эти все разговоры на философские темы, но с физической подоплекой на основании законов, законов сохранения энергии, законов всемирного притяжения и так далее, и так далее. Все это усиливается до уравнения Шредингера и так далее. Квантов, статистическая физика. И это буквально с 5-7 лет. Вот, и поэтому, поэтому так получилось, что когда я оцениваю обучение в университете, то у меня впечатление, что я зашел, мне пожали руку и я вышел. То есть, никакого, часто меня отец ругал за то, что я не посещаю лекции, но когда я один раз принес ему показал, о чем идет речь, вот он был очень поражен, и так сказать, что, когда он сказал, кто же вас там мучает, я говорю, ну ты же научил, а теперь я, значит, там просто получаю оценки. А специфика еще вот семьи, ну все и семьи просекает, мы же с вами понимаем, что в конце концов человек создается в семье. То есть, вот самые психологи, воспитатели, педагоги это знают, что самое ценное время жизни это 3-5-7 лет. А где человек бывает, нежели как в семье. Вот, а так получилось, что мама у меня 46 лет проработала в детском саду. Она была председателем кустового объединения всей Ростовской области. Это достаточно серьезное звание. Вот, и воля судьбы меня тянула к людям, понимаете, вот сама теоретическая физика, все эти пионы, электроны, позитроны. Мне, во-первых, я это очень хорошо понимал, потому что я слышал с пеленок, а во-вторых, меня тянуло к живой клетке, то есть к человеку. И поэтому после университета выдержал достаточно серьезные претензии со стороны отца, потому что это получается чуть ли не ренегат, понимаете, потому что я стал биофизиком. Вот, я попал в аспирантуру коллегу Олеговичу Лялину, замечательному петербургскому ученому, ныне, к сожалению, почувшему. Вот, и биокибернетика как экспериментальная физика. Это огромная лаборатория, очень много сотрудников, серьезнейшие эксперименты. Там есть свои результаты. Я через год был лучшим молодым ученым Ленинграда, тогда еще Ленинграда. Вот, конечно, если, вы знаете, данные экспериментальные тянутся в течение года, представляете, все это собрать информацию, обработать, выдать. Вот, и здесь что получилось? Вот мы когда рассматриваем живую клетку, так, вы знаете, здесь, может быть, не отличемся, но нашим зрителям, я думаю, будет очень интересно. Мой брат, он старший брат, он тоже физик, так, он зашел ко мне в лабораторию и смотрит, у меня на стене огромная карта висит. И вот он смотрит, разглядывает, разглядывает, и говорит мне, послушай, я вроде в географии разбираюсь, а что это за странные континенты? Я говорю, Юра, ты что, с ума сошел? Это же наша клетка. То есть, представляете, это свой мир, то есть, просто эта клетка разукрашена и электронным микроскопом сфотографирована. И вот тогда, когда мы занялись природой живой клетки, процессами происходящими, в растительной, в живой клетке, это уже совместная работа с институтом клетки в Москве, вот, потом мы, к сожалению, не смогли выйти на эксперименты в космосе, перестройка, вы помните, 1800, 1989 года, страшные года для всей нашей российской и советской науки. И не только для науки. И не только для науки, к сожалению, да. Интересно очень, есть люди, которые растут, скажем, вот, в среде сразу с детства иностранного языка, да, а вот вы с детства выросли в среде теоретической физики, это вообще классно вообще очень, да, правда? Не совсем. Не, ну вот, вы просто этого не понимаете, потому что это с вами всегда было, да? Это всегда с вами это было, и вот человек, который сразу с детства был двуязычен, да, вот есть такие люди замечательные, ну, в основном это в старое время было почему-то, да? Они не понимают, в чём это замечательно, для них это естественно, они так выросли. И вот тоже, в общем-то, теоретическая физика, математика, это тоже замечательная вещь, тоже своего рода язык, основа мышления. И вот вы на этой основе мышления, да, и вот, видимо, и создавали своё, своё философское учение, да? Не могли бы основные, основополагающие моменты его рассказать нам, да? Очень бы хотелось бы, если возможно, самое вот, краткое, будем говорить, вот, резюме определённое ваших философских взглядов, если так можно выразиться. Ну, они не совсем, наверное, только исключительно философские, я подозреваю, что они ещё некую, ну, физическую основу имеют, да, физическую природу. Рей Сергеевич, извините, вы вначале сами, так сказать, объявили, что это философское этическое учение, да? Ну, а вот как мне сказать, философское, этическое, физическое, я такого слова не знаю. Вы понимаете, вот я, ну, как-то более-менее профессионально занималась, по крайней мере, училась на философском факультете, поэтому слово философия у меня ассоциируется всегда с очень строгим определённым смыслом. Вот я бы хотела как раз, чтобы Николай Николаевич немножечко всё-таки сказал, что такое в вашем понятии философии. Да, какие основы. И кто, ну, предположим, там какая-то философская школа для вас наиболее там важна, интересна, которую вы взяли как-то за основу, может быть, своего учения. Да, это очень интересно. Или это совершенно новое, новое слово, ничего подобного в философии никогда не было? В какой-то степени можно и так сказать. Значит, смотрите, если с истоков начинать, ну, кратко, так? Только не философия, а ваших, пожалуйста. Естественно, естественно. Вот, дело в том, что, смотрите, получилось следующее. Значит, я уже говорил, что любой физик, профессиональный, особенно физик-теоретик, это прежде всего философ. То есть это как метод познания действительности. Так, понятно, все понятно. Понимаете, исключительно вот в этих рамках мы рассматриваем. Потом вы помните наше атеистическое прошлое. Когда, скажем так, достаточно светлые головы были загнаны в подполье, и в силу знакомых, знакомства с моими родителями, мне передавали те или иные знания. И, в частности, присутствовали и филологи, и историки, и математики, и философы, чистые философы, если так можно сказать. То есть это называются источники и составные части вашего училия. И составные части, да. Но это источники пока, да? Это пока источники, да. Затем, что произошло, я уже говорил, что когда мне пришлось от физики перейти к биофизике, потом к более узкому направлению биокибернетики, пришлось найти основу для всех наших процессов. Но основной, конечно, это наш закон сохранения энергии, который верен всегда, везде, и уже незыбный, фундаментальный закон. То есть вы его сформировали как общий философский вопрос. Ну, это, скажем так, наш базис, да, наш основной базис. Всех наших явлений. Сохранение энергии, это, так сказать, присуще природе. Это фундаментальный закон. Вы знаете, вообще, я немножечко знакома, чуть-чуть. Да нет, ну, не оградайте. Представляю себе. Не, ну, это, конечно. Я хочу сказать, вот в данном случае, когда вы говорите об этом законе, то вы предполагаете, что это одно из самых фундаментальных, ну, будем говорить, положений вашей философско-этической программы, ну, будем говорить, там, учения, да? Да, 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 да. Вот, вот, вот. И дальше, дальше, как расширяющие идут такие принципы, принцип минимум потенциальной энергии, принцип четности, квантово-механический принцип, и так далее, там, принципы неопределенности Геземерга. И вот нужно было найти, да, это квантово-механика. Я уж что хочу сказать, а это и не нужно. Вы знаете, это на самом деле, вы просто спросили, я вдруг, если на смотре зрители, которые имеют образование, они просто, чтобы понимали. Ну, у нас телеканал для умных людей, как вышла, конечно, поэтому, наверное, должны быть. И вот я что хочу сказать, и в силу, допустим, смотрите, в силу, там, допустим, того, что в семье занимались вопросами педагогики, так, то, естественно, я еще и сведущий в этом. Плюс по первому образованию физик, запятая преподаватель. И вот здесь, смотрите, можно сказать, что в учении синтезированы, вот, вопросы психологии, что-то выбрано, жемчежины. Так, вопросы философии, вопросы психиатрии, то есть физиологии, анатомии. Хотелось бы узнать все-таки содержание ее. Конкретно. А пока только перечень проблем, которые она решает ваше учение. Ну, в двух, значит, так. Что же именно, в чем основа, какая, как сказать, основополагающая идея в ней, какова? Вы же смотрите, вот мы уже с вами как-то замечали, заметили это, что мы рассматриваем человека, три единства человека, так, на базе вот именно того, что все процессы носят энергетическую природу, так, и все подчиняются законам сохранения энергии. Это уже другое рассуждение, какие именно поля, электрические, магниты, электромагнитные, торсионные, гравитационные. Это уже более глубинный синтез и анализ. Не согласна с вами. Так? Не согласна с вами. И, да, 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 да. Вот как раз-таки разница между нашими учениями и эзотерическими дисциплинами, в которых весь вопрос учения, самый базовый, это вопрос веры, доверия. Или, как вот хорошо Булгаков сказал, есть много разных теорий, да, среди них есть и такая, по вере у вас дается. Так вот, дело в том, что сокращенность, в случае, по ТСП, уже традиционная такая аббиратура принята, так? Так вот, ТСП совершенно все равно, верите вы в принципе минимум потенциальной энергии или нет, но он оказывает и ваше влияние, и на вашу душу, на ваше мироощущение, скажем так, более точно, и на вашу жизнь. Но каким же образом он оказывает это влияние? Слишком опосредованно. Понятное дело, что все законы физики, они вот работают, независимо от нас, кстати говоря, независимо от нашего, знаем мы о них или не знаем, да? Человек, который не знает закон сохранения, тем не менее, вынужден экономить электроэнергию, потому что он за нее платит, да? Это тоже такой простой пример. Давайте сами... А все-таки, как это от нас относится с душой, с философией? Самый простой пример. Вы сказали, что человек это три его, как сказать... Три единые организмы. Три единые организмы, то есть физические. Речь идет, видимо, о физиологии всей этой нашей клетки, клеточной структуры, материальная часть. Материальная часть, да. Наша тело, да, совершенно просто. Наша тело со всеми органами внутри энергии. Душа и разум, вы сказали. Душа и разум. Под разумом вы понимаете, что? Разум – это информация, это информация, которую несут электронные оболочки в каждой нашей клетке, синтезированные... Электронные оболочки чьи? Атомов? Тоже не согласна. Сейчас, сейчас, подождите. Ну, вы знаете, что молекула воды состоит из водорода, да, и вот там вот три, семь уровней электрона. Из кислорода и домоводорода, да. Мы сейчас о водороде говорим, да. И, естественно, мы понимаем с вами, что повышение или понижение с точки перехода, это постула Теннисобора, так, происходит с выделением ашню, кванта света. Ну, это не только о водороде, это и молекуле воды, то есть самое, у нее еще и вращательные, всякие другие уровни. Какое-то отношение к разуму имеет, вот так. А вот дело в том, что вся информация, она всегда пишется на энергию, то есть энергия является носителем информации, любой информации. Энергия является носителем информации. Получается, что разум – это очень хороший компьютер, исходя из... Нет, нет, это не получается такого. Ну, супер какой-то там, понимаете. Да, безусловно. Вот энергия электронных оболочек. Ну... Нет, а что значит энергия электронных оболочек, причем атома водорода, который, кстати, ну, в значительной степени лишен электрона, он отдан кислороду, да, в молекуле воды, да? Ну, дальше мы понимаем, если мы начнем... Совсем понятно, и что значит вот эти вот... Сейчас, сейчас, секундочку, дайте я хочу понять. Хочу понять и стать вашим адептом, как говорится, да, ну, посвященным, то есть. Я понимаю, прекрасно. Есть у вас в клетке какое-то количество воды, что именно в воде дело? Или вообще... Естественно, мы на 90% с лишним состоим из воды. И речь идет об электронах, об электронных орбиталях, как и гиппантомеханикам, которые входят в состав молекулы воды. И вот они, значит, что же, вот их состояние в электронных орбиталях зависит от вашего, ну, или от нашего настроения, самочувствия и мысли. Естественно. А каким образом это зависит? Я бы сказал только наоборот. Наше настроение, мы тут с вами переставляем причину и следствие. Наше настроение, наше самочувствие, так, как раз-таки зависит от состояния вот именно этих молекул воды. Ну, каким образом? Каким-то очень опосредованным образом? Или вы открыли какой-то новый механизм вот этой зависимости наше настроение? А что такое наше настроение, кстати говоря? Это, прижим, все наше здоровье. Прижим, все наше физическое здоровье. Что вот наше вот мироощущение? Вот мы себя как-то ощущаем, и, наверное, вот настроение. Вот сейчас у меня хорошее настроение, у меня интересные собеседники есть, да? Вот как это с молекулы воды? У вас какие-то были эксперименты на эту тему? Вы знаете... С водой связанные, нет? Да, ну, в аспирантуре мы проводили эксперименты, здесь они... Какое-то, видимо, в основе вот вашей физической, собственно, подоплеки теории, решит нам какой-то решающий эксперимент. Дело в том, что, смотрите, дело в том, что это узкоспециализированные понятия, достаточно в двух словах трудно объяснить. А какие понятия? Я вот хочу вам что заметить. Действительно, в начале 90-х годов с профессором Токиным, это профессор математической биологии нашего большого университета, как его называют, Санкт-Петербургского государственного университета, мы планировали, мы планировали провести серию экспериментов. Но вы их не проводили, и так и не провели. Это было, да, это было связано с огромной финансовой емкостью. В чем же этот эксперимент заключался? Дело в том, что брались анализы с человека, контрольная группа, человек получает принципы информации и начинает их каким-то образом применять в жизни. А какого рода анализ берется? Что анализировали? Ну, там очень много планировалось, вплоть до пункции головного мозга. А с молекулами воды вы как экспериментировали? Анализы мочи и так далее. Ну, анализ мочи, то имеется в виду, что на уровне электронных орбиталей атома... Михаил Николаевич, вам не кажется, что вы человека упрощаете до какого-то, ну, будем говорить, все-таки биологического, чисто биологического создания? Нет, вы знаете, к сожалению, это было бы так замечательно, если бы я упростил. К сожалению, учение это такая огромная махина, если так можно сказать, что я, наоборот, усложнил. И связано это, прежде всего, с тем, что вот нынешняя, которая началась, научно-информационная революция, привела к тому, что такой огромный поток информации хлынул в наших головах... Михаил Николаевич, давайте о вашем учении информации... Минуточку, минуточку, а подождите еще... Так вот я, допустим, пожелался к учению, я к нему и пытаюсь привести... Господа, минуточку, подождите, я поняла, что я ничего не разберусь в вашем учении, потому что время нашей передачи ограничено... Минуточку, подождите-ка. Давайте, может быть, пойдем немножечко по-другому тогда в пути построим нашу беседу таким образом. Вот я, например, не очень довольна сейчас нынешним своим финансовым положением и хотела бы его улучшить. Для этого есть несколько путей. В частности, вот был период, я довольно серьезно, так сказать, изучала работы Дейла Карнеги, мне кое-что там казалось интересным и полезным. И, конечно, было очень приятно находить, а, я вот так всегда и делаю. Но, тем не менее, как-то, вы знаете, вот для бизнеса он мне, так сказать, как бы мало помог. Вот каким-то другим путем пробивалось в этой жизни. А вот, предположим, я захотела учиться по вашей вот методике. Я хочу понять учение «Солнечный путь», как вы его называете. Притом такое замечательное название. Правда, вы извините, но немножко... Не совсем замечательно. Ассоциация у меня с «Городом солнца» почему-то вот возникает в Томазо Компанелло. Но уж извините. Да, с Утопией. Да, да, извините, вот почему-то такие ассоциации возникли. Но, предположим, это все второстепенные дела. Вот я захотела как-то что-то изменить в своей жизни. И решила принять участие, ну, так сказать, вот в вашей этой программе. Что, как, как это все будет происходить? Что со мной будет происходить? Сколько времени, сколько денег мне, предположим, понадобится, чтобы проучиться у вас? Вопрос к методологии в большей степени. Вот, а это меня очень интересует. Вы в начале передачи затронули название. Вы знаете, вот действительно, как язык, как язык передают образ. Вот, допустим, смотрите, вот когда мы говорим на английском языке санвей, то волей-неволей мы представляем бигвей, спидвей, то есть какую-то некую дорогу устремленную, шикарную автострассу. Автострассу, так? Если мы, например, говорим с вами на немецком зоненвайга, то, извините, это уже сразу слышно барабанная дробь, жесткость, резкость, достаточно дисциплина высокого уровня. Если мы говорим на украинском, это будет солнечный шлях, торба, разбита дорога. Если на японском, вот я в прошлом году читал лекции в находке в Владивостоке, там, Япония до судьбы литвы, то тоййонамичи, харакири, ну, а сразу харакири, ну, слушай, ну, вот ей-богу. Так, ну, сами слушайте связи, да? И вот здесь очень часто слушатель задают вопрос, а вот солнечный путь, он непонятно, вот какой образ рождает, куда, что, зачем, почему. И поэтому часто в России говорят, солнечный путь России, подразумевая, подразумевая, что, естественно, всякое учение несет в себе некую идеологию, а идеология, как следствие, из нее вытекает некая политическая доктрина, из нее военная доктрина, и только потом вытекает экономическая доктрина. То есть это солнечный путь России. Допустим, мы сразу вспоминаем, допустим, то, что свет будет с Востока. То есть правильное развитие вашего, правильное усвоение вашего учения, оно позволит России и сменить, наверное, форму государственного правления. Конечно, безусловно. И военную доктрину. А в какую сторону, интересно, военная доктрина повернется? Уж как-то вот форму правления неудобно обсуждать, а то, скажут, призываются свергнуть конституционный строй. А вот военную доктрину можно пообсудить. О свержении никто даже не подразумевает. Нужно думать о строительстве. Потому что на Руси говорят, ломать не строить, душа не болит. Вот гораздо труднее строить. На Руси святой испокон веку слишком много отнято, переспределено, очень мало сотворено и сделано. То есть касательно военной доктрины... По поводу военной, опять-таки, доктрины, вы понимаете, я могу сказать только одно. А то наш, как это называется-то, вероятный противник. Да, но это люди читают в генеральном штабе. Вот, я думаю, там лучше меня очень многие вещи понимают, просто они не наносятся на обсуждение. А они тоже, будем говорить, ваши последователи... То есть это секрет, то есть в генеральном штабе... Факт то, что я что хочу сказать, если мы говорим о военной доктрине, мы должны понимать, что все проблемы, которые нас ждут впереди, связаны с нашим... Есть такое понятие физико-гегографическое положение страны, ФГП. Физико-гегографическое положение страны. Вот у нас существует один континент, и вот на этом континенте существуют доминирующие нации. Каждая со своей историей. И поэтому, например, когда мы размышляем, что наш вероятностный противник Америка, это огромное заблуждение. Потому что Америка находится на другом континенте. У Америки достаточно проблем с Канадой, с Мексикой. Там под боком Южной Америки, она далеко, но ближе к Америке, чем наша засниженная Россия. У нас проблемы с Европой, у нас проблемы с Китаем, с Индией. У нас, по-моему, совсем нет проблем. Не совсем так. Дело в том, что я начал говорить, дело в том, что наверняка в генеральном штабе усидят умные головы. Просто эти вопросы, они не выплескиваются на странице желтой прессы, прессы не обсуждаются в массах. Но я не думаю, я очень уважаю наших военных, несмотря на все трудности, которые, вы говорили, что не только наука потеряла очень много. Это же и коснулся Министерства обороны. Вы не ходите в их дела. Михаил Михайлович, вы... Нет, но это надо с ними разговаривать. Это очень серьезная разговаривание. Подождите, вы как-то так вот сказали, что учение «Солнечный путь», оно, так сказать, предполагает преобразование всего нашего общества. Ну, смотрите, рецепт-то есть хороших каков, чтобы преобразовать? Или, вот, предположим, те, кто сидят в генштабе, должны у вас проучиться и потом уже осуществлять эту какую-то общую идею, тенденцию какую-то развивать, понимаете? То есть, вот, продвигать в жизнь, что называется, вот, эти философско-этические принципы, которые вы излагаете, да? Либо они уже сейчас на этом пути, они сейчас уже это делают, только не раскрывают. Но тогда, значит, в данном случае у вас, как бы, параллельные проблемы. Вы, вот, просто учите людей и даете возможность, как бы, вот, получить какое-то дополнительное, там, образование, которое, возможно, там, как-то поможет человеку решить какие-то его проблемы, да? А они, тем не менее, вот, сами по себе, но в одной струе с вами вполне, независимо друг от друга, тоже осуществляют вот эту вот идею солнечного пути. Ну, вот, смотрите, чтобы стать материальной силой, идея должна владеть умами массы, да? Безусловно, ленинская, да? То есть, пока она еще умами массы не владела, да? Мысль абсолютно верная. Мысль абсолютно верная. Смотрите, вот прошло 20 лет с перестройки, 85-й, 2005-й год, и уже сейчас, только сейчас, социологи вот начали об этом говорить, что смена общественно-политической формации ни к чему не приводит, потому что люди-то не изменились. А что значит изменился человек? Вот человек, аж, является носителем некой идеологии, вы с этим согласны? Ну, скажем так, некого мировоззрения. Мировоззрение, так? Есть понятие доминанты. Ну, например, давайте возьмем диалектически наиболее разнесенные понятия, например, атеизм и вера. Замечательно. Ну, вот и пожалуйста. Ну, так теперь, если вы являетесь воинствующим атеистом, то, соответственно, вы проводите такую политику в массы, соответственно, на этом строится ваша военная доктрина, и, соответственно, такую же экономическую доктрину вы внедряете в общество. И ничего, кроме тоталитализма... У меня, наверное, немножко начинают кипеть мозги. Не получится. Понимаете, как это военные внедряют атеизм в свою доктрину, что такое как-то прозвучало, понимаете? Это как они... Ну, верно, воевать с Папорисом. Нет, ну, вы... Нет, 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 совершенно не об этом речь идет. Речь идет об управлении. И согласитесь. Поясните, пожалуйста, потому что вот в этом отношении, кстати, вот что касается военных и веры, вы знаете, вот, вы знаете, наверное, есть такой святой Серфим Саровский, да? Есть, да. И есть Эрзамаш-16. И вот как-то совершенно фантастическим, будем говорить, образом это все так переплелось. И, между прочим, то, что там происходит... И у меня даже иногда возникает мысль, что, может быть, Серфим Саровский специально там и пребывает, чтобы ничего такого там плохого с нами не случилось, понимаете? Ну, увы. И при том, что эти военные, эти физики, ядерщики и так далее, они очень часто именно верующие, искренне верующие люди, понимаете? Ну, а вот как-то у вас очень все получается таким образом, что вот учение «Солнечный путь» существует и, так сказать, сияет над нами. Кто-то его уже понял, оценил и, так сказать, осуществляет вот таким образом. А есть люди, которые вот ни в чем не разобрались, и вот тогда у них, значит, может быть, там вот атеистическое убеждение, которое они переносят в военную доктрину. Ну, как-то так ведь прозвучало. Спасибо вам, вот, и публике нашей за то, что нас слушали. Спасибо, да, зрителям. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ. Всего доброго. А вот еще можем поговорить.